Мы продолжаем эфир нашей передачи Кофе Плюс и переходим к культурным новостям. Дело в том, что 1 января 2016 года исполнилось ровно 100 лет с тех пор, как была открыта в Санкт-Петербурге футуристическая выставка, где впервые была представлена картина Казимира Малевича «Черный квадрат». В честь этого события в январе в Таллинском и Рунском музее откроется соответствующая выставка под названием «Слово в пустоте. Малевич 10.1», о которой нам расскажет организатор этой выставки Владимир Аншон. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Выставка, действительно, надеюсь, состоится. Несмотря на какие-то перетрубации, которые связаны с переорганизацией Русского музея, он теперь будет входить в состав городского музея. Это моменты такие организационные. Давайте перенесемся на 100 лет назад, кроме «Черного квадрата» 0.10. «Черный квадрат», наверное, известен каждому. Это такое очень известное произведение. Что еще было 100 лет назад представлено, вышедшее из-под руки Казимира Малевича? Там достаточно был широкий спектр работ. Выставка проходила на Марсовом поле. И свыше 30 работ определенной направленности. Это было совершенно новое абсолютно направление, которое определенно было Малевичем как супрематизм. Это были супрематические картины. Хотя слово само было тогда еще неприемлемо, поэтому назвали «футуристическая выставка». В этом году, кстати, она была полностью воспроизведена. Все картины были собраны вместе. И эта выставка проходила в Базеле, в Европе. У нас, в общем-то, нет такой цели. У нас цель совсем другая. Представить что-то, определенную реплику на эту тему. Ну и вспомнить это, конечно, событие. Сто лет назад выставка называлась «0.10». Сейчас выставка, которая откроется в Русском музее, будет называться «10.1». В чем игра вот этих названий? Да, здесь есть такой зеркальный смысл. Но если говорить точно, то само столетие этого события, оно отмечалось в течение всего 2015 года. Мы переходим уже в следующий год. Здесь уже не столетие, а 101 год. Но мне очень нравится, что мы идем именно немного по скриптам, после основных событий. Как, например, Восточное Рождество. Она тоже идет после уже, когда все улеглось, все по этому поводу праздники основные, скажем, в Эстонии прошли уже в декабре. И вот наступает тишина, и когда можно действительно высказаться по этому поводу. Это с одной стороны. С другой стороны, «10.1» говорит о том, что мы не стремимся к нулевой форме, что было декларировано в названии первой выставки. «0.10». Она, кстати, еще обназначала, что еще в этой выставке участвовало 10 художников, кроме Малявича. В нашей выставке тоже участвуют 10 художников. В основном это художники Русского объединения, но есть один гость из Петербурга. Кто он? Это известный монументалист, мозаист, очень хороший художник Виктор Татаренко. Он специальный гость у нас. Кто же будет представлен из местных художников? Ну, практически, я говорю, что это будет Анатолий Страхов, это будет Сергей Минин, Сергей Инкатов. И, кроме всего прочего, особенность этой выставки в том, что там всегда будет свободный мольберт, где любой желающий может выставить свою работу или просто прийти нарисовать. Любой посетитель выставки? Любой посетитель. Есть возможность такая прийти, там будут какие-то материалы, могут прийти дети, что-то нарисовать. Потому что мы говорим о слове в пустоте, мы заполняем пустоту черного квадрата. Вот как раз, да, основоположник супрематизма, человек, который поставил точку в современном искусстве, как говорят, о черном квадрате. Это ли стало причиной, почему Казимир Малевич стал, пожалуй, самым известным футуристом? Ну, в общем-то, если говорить о черном квадрате, то есть он только недавно стал широко известен в мире. Потому что до этого наиболее известным произведением было «Белый квадрат», который хранится, по-моему, в одном из юниоркских музеев. Черный квадрат в мире стал известен после того, как он попал уже из России, стал выставляться и было намерение продать его на одном из аукционов. Что счастливо, это произведение сбежало, оно вернулось обратно в Россию и сейчас находится в Эрмитаже. Одно из повторений этой работы. Ну, и если говорить о том, что вы сказали, что это точка, это, скорее, запятая. Но это действительно одна из вех в развитии такого понятия, как изобразительная форма этого процесса. Потому что есть история искусства, а есть история изобразительной формы. Вот я лично, например, разделяю эти, хотя они параллельны. Ну, вот так бы ответил. Известно, что ваша выставка, ее даже можно назвать проектом, который состоит из двух этапов. Первый этап уже сейчас открыт, как я понимаю, 22 января будет второй этап. Расскажите об этом подробно. Ну, еще не открыт. Мы открываемся 8 января, это второй день Рождества по старому стилю. И здесь очень важно, что сам проект рождается в Рождество. Потому что он задуман таким образом, что он уходит в бесконечность. Его можно определенное количество раз повторять. Потому что есть центр экспозиции, а она наполняется постепенно работами других художников. Нет такого, что вот мы выставляем сразу все. Первый этап — это только три работы. Второй этап — это восемь работ. Третий этап — это восемнадцать работ. К 10 марта мы сформируем, в конце концов, экспозицию, потому что каждые шесть дней будет появляться новая работа художника. То есть она все время в развитии. При этом эта выставка как центр может перемещаться в любое место другое. В другой город, в другую страну. И там опять в любом месте можно найти десять художников, где можно сформировать экспозицию. Она имеет несколько кругов формирования. А почему был придуман именно такой формат выставки? Потому что концепция ее — это заполнение пустоты. Вот это, что говорить о слове, мы в пустоту заполняем прежде всего работами, в которых отражено понятие слова. Потому что у нас очень много понятий сейчас связанных с цифрой, а слов почти уже нет. Не осталось. Я не могу не спросить, какой пустоты. Постоянно повторяется заполнение пустоты. Какой? Да, пустота, она, конечно, многогарно. Прежде всего, пустота, конечно, если касается антропологического фактора, пустота — это пустота нашей души. А душа человеческая, она бездонная. Чем ее можно заполнить? Чем не заполнять, так сказать, эффект выйдет минимальным. Конечно, душа человека может заполнить только некое высшее начало. Здесь мы можем произнести слово «бог». Только бесконечность может заполнить пустоту человеческой души. Поэтому одна центральная работа, которая будет демонстрироваться, она, в общем-то, могу здесь объявить, что это будет икона. Икона, написанная в размер черного квадрата. Икона и футуризм. В одном месте. Здесь надо разделять. Футуризм — это некое направление, да, общее понятие. А есть конкретика, то, что связано с черным квадратом. Это супрематизм. Супрематизм — это сверхматерия. Здесь речь идет о философских категориях абсолютно. Не знаю, утром можно ли об этом говорить. Это очень тяжелый материал, наверное, для восприятия в утренние часы. Но это связано, в нашем случае, с Рождеством. То есть здесь нет никакого противоречия? Я не вижу здесь противоречия. Я здесь вижу только раскрытие этой темы в новом ракурте, в новом качестве. Для этого даже пришлось написать целое эссе «Апология черного квадрата». Ну, надеюсь, что журнал «Таллин» его опубликует. Спасибо огромное организатору выставки Владимиру Аншону. Мы благодарим его за то, что он нашел время прийти в столь ранний час к нам в студию и рассказать о выставке, которая называется «Слово в пустоте» и «Малевич 10.1». Ну, а сейчас музыкальная пауза в эфире «Кофе плюс». Спасибо.